Приветствую всех на канале Скорпион ТВ. Сколько стоят самые дорогие года монет СССР с 1961 по 1991 года? Хотите узнать, посмотрите это видео. Как я говорил в предыдущем ролике о монетах Украины, ссылочку оставлю в описании. Большинство не желает разбираться в тонкостях той или иной разновидности монет. А поверьте на слово, даже в монетах СССР были штемпельные разновидности и перепутки, которые стоят очень больших денег. Но для определения нужны более углубленные знания по нумизматике. А сейчас речь пойдет о редких годах по номиналам от 1 копейки до 50 копеек. Выпуска 1961 по 1991 года. Именно эти монеты остались в копилках постсоветского периода. Итак, начну. Для того, чтобы быстрее разобраться в какие монеты по выпускам у вас есть, нужно разобрать их по номиналам. В данном случае у меня 1 копейка, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 50 копеек. Номиналы 1, 2 и 3 копейки практически не имеют редких выпусков. Более стоимости металла стоят 2 копейки 1964 года, порядка 80 гривен и 3 копейки 1962, 1965, 1966 года, примерно 20 гривен за монету. Достаточно важным ценообразованием является состояние монеты. Поэтому, если монета в непрезентабельном состоянии имеет механические повреждения, ее стоимость будет значительно ниже. Монета 5 копеек. И 1990 год с московского монетного двора, с пометкой буквы М, стоит порядка 100 гривен. Монеты номиналом 10 копеек. Выпуски 1965, 1966, 1967 и 1968 год стоят от 400 до 800 гривен в зависимости от состояния монеты. При этом следует учесть, что чем выше качество монеты, тем стоимость будет выше. И также редким считается выпуск 1991 года. Монета стоит в пределах 1000 гривен, но обязательно следует учесть, что она без указания монетного двора. Я покажу вам для примера, как это должно выглядеть. Вот для примера. Обратите внимание, пометка буква Л, Ленинградский монетный двор. Пометка буква М, Московский монетный двор. И без обозначения монетного двора. Вот монета 10 копеек без обозначения монетного двора, выпуска 1991 года, считается также редким выпуском. Далее. Монета номиналом 15 копеек. Выпуски 1965 год от 2000 гривен. 1966 год от 2000 гривен. 1967 год 300 гривен. 1968 год 200 гривен. 1969 год 1970 300 гривен. Далее. 1971, 1972, 73 год от 1000 гривен. 1974, 1975 200 гривен. 1976 год 500 гривен. Следующий номинал 20 копеек. Следующий номинал 20 копеек. Также достаточно много здесь редких выпусков. И редкий выпуск начинается с 1965 года. Стоимость этого выпуска примерно 200 гривен. 1966 год 500 гривен. 1967, 1968 200 гривен. 1969 500 гривен. 1970, 71, 72, 73 в пределах 1000 гривен. 74, 75, 200 гривен. 76, 600 гривен. И последний номинал, о котором пойдет речь, это монеты номиналом 50 копеек. Что бы хотелось еще сказать. Относительно всех этих годов, которые я указал. Вы обратили внимание, что они идут в период с 1965 до 1976 по некоторым номиналам. При этом, в советское время, этот период называли как черный квадрат. Почему? Потому что монеты встречались достаточно редко. Это маленькие тиражи. И отсюда, конечно же, стоимость этих монет. Чем реже встречается монета, тем выше стоимость, тем выше ее стоимость. Продолжаю. Выпуски 50 копеек 1965 года стоят в пределах 60 гривен. 1967 год 700 гривен. 1970 год 1500 гривен. 1971, 1500 гривен. 1975, 1000 гривен. И 1991 год с Ленинградского монетного двора с пометкой буквой L, как я указывал ранее. Стоит в пределах 100 гривен. Не следует переживать, если вы не обнаружили у себя редкий год монеты. На сегодняшний день стоимость одного килограмма монет СССР в период от 1961 по 1991 года стоит от 100 гривен. Чаще всего по проходам на различных аукционах стоимость превышает даже 130 гривен за килограмм. Но следует учесть, что это речь идет о определенных номиналах. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился обзор. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну, конечно же, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok